Всем привет! Меня зовут Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я бы хотела обсудить с вами такую тему, как чем отличаются русские девушки от европейских. Я совсем недавно вернулась из моего путешествия по Европе и, как вы знаете, мои родители живут в Германии, поэтому в этот раз я очень пристально наблюдала за тем, что же все-таки нас отличает от европейских девушек. Если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем. Я сразу хочу сказать, что в этом видео я не хочу сказать, что европейки плохие, русские хорошие или русские плохие, европейки хорошие. Ни в коем случае. Давайте начнем с первого пункта, который, как мне кажется, просто характеризует действительно, в общем-то, русское общество. И этот пункт наши не признают чужой успех. Нашему обычному простому русскому человеку очень трудно приходится, когда его сосед чего-то начинает достигать. Особенно, если наш русский человек по какой-то причине уверен, что тот человек этого не достоин. У нас просто не ценится успех своего соседа. Мы можем искренне не радоваться, негодовать, искать тысячу и одну причину, почему у этого человека что-то получилось, а у нас не получается, дабы оправдать свое какое-то бездействие. Но искренняя радость у нас очень редкий, к сожалению, гость. В европейских же девушках это отсутствует. Они действительно или будут радоваться за вас, или им будет пофиг на вас, но они не будут сидеть, беситься и переживать. Ой, почему это у моей бывшей одноклассницы тут уже? Удачное замужество, большой дом и вообще не знаю, что-нибудь там еще, что имеет там для этого человека цену. Она будет действительно радоваться, что у этого человека все хорошо, или ей действительно будет безразлично. Второй пункт это весьма парадоксальный пункт, но он также свойственен нашим девушкам. Если наш недруг реально попадает в какую-то беду, или у него что-то случается, даже человек, которого мы искренне не любили, мы этого человека прощаем, мы как бы очень-очень сочувственная, так сказать, на отца. Я думаю, вам это всем знакомо. Даже, например, в блогеров. Давайте рассмотрим ситуацию. Есть какой-то блогер с очень, ну, потраченной репутацией. Потом этот блогер снимает в какой-то момент видео, где он рассказывает о том, почему он себя так вел, что ему очень жаль, что он себя так вел. Он признает свои ошибки, и наши люди, они его прощают. Они его прощают, и наоборот, начинают даже любить. И в Европе такого нет. В Европе зашкварите свою репутацию, вы так просто там не отделаетесь. Снять просто видео и рассказать, что вы были неправы, сорян, ребята, и пустить скупую, одинокую слезу или обливаться слезами на камеру, там никто это не воспримет. Ну, у нас нация в этом плане более сочувственная, и это, я считаю, что, конечно же, плюс. Следующий момент для наших девушек это вопрос отношений, построение отношений. В нашем менталитете, чтобы расстаться со своим парнем, или уж тем более со своим мужем, нужна очень веская причина. Эта причина может быть измена, эта причина может быть, что ваш партнер от вас что-то скрывал, причем что-то очень сильное, например, то, что просто так, потому что кто-то кого-то недопонял, просто так, потому что вы потеряли какой-то вот тут коннекшн, да, контакт. А у нас люди в основном не расходятся из-за таких причин. В Европе же здесь все гораздо с этой стороны проще и одновременно сложнее. Девушки там совершенно не цепляются за отношения, за парней. Но там люди не будут долго сидеть и запариваться на тему отношений, которые уже с точки зрения одного из партнеров себя изжили. У нас же отношения будут тянуть до самого победного, пока, ну, не возникнет уже вот та самая точка невозврата, когда уже нереально друг с другом существовать. Да, мне будет очень интересно послушать ваши истории. Были ли у вас такие отношения, где вам действительно приходилось очень долго их терпеть, и вы никак не могли их порвать, хотя понимали, что вам эти отношения вообще уже далеко-далеко давно не уперлись. Следующий момент, чем отличается европейская девушка от нашей девушки, если кто-то начинает борзеть, если кто-то начинает путать берега, ему там сразу, вот как только человек начинает впадать в состояние хотя бы минимального неадеквата, ему сразу об этом говорят, его сразу ставят на место. У нас очень часто бывает, что люди терпят. Терпят поведение плохое своих подруг, например, или тех же своих парней. Они терпят, 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 и потом взрываются. Там люди говорят открыто друг другу все то, что они думают. Кстати, обязательно напишите в комментарии, что вы думаете по поводу этих пунктов. Знаком ли вам какой-нибудь из этих пунктов? Может быть, вы сами с этим сталкивались, а может быть, сами этим страдаете или этим наслаждаетесь. Будет очень интересно. Поэтому очень жду ваших комментариев. Люблю, когда вы мне их пишете, люблю их читать. У нас очень часто так бывает, что есть человек, который нам не нравится. И мы его осуждаем и, в принципе, искренне не любим. Но если этот человек где-то вдруг начинает выстреливать, и какой-то другой человек, условно, давайте на именах, так будет проще. Вот у вас есть одноклассница Лена. Лена удачно закончила школу, поступила в лучший университет. И вообще у Лены все, жизнь, сказка, красота. Вам Лена не нравится, потому что у нее жизнь, сказка, красота, а у вас, допустим, нет. Но появляется тут какой-то другой человек, которого зовут пусть будет Маша. И вот вы общаетесь с этой Машей, и Маша узнает, оказывается, что вы учились в одном классе с Леной. И вы начинаете что делать? Вы начинаете ее же достоинство этой самой Лены преувеличивать. Типа, да, я училась с Леной. Она такая-то, такая-то, такая-то. И сейчас она живет так здорово, так круто. И вот мы с ней иногда общаемся, моя подружка там. Я помню, как сильно много раз меня приводили вот в качестве этой самой Лены, как пример. Когда, например, я что-то сделала, например, тоже сам вышла замуж, да. Как сильно я знала, что некоторые люди меня за это осуждали и просто банально ненавидели. Но потом эти же самые люди брали, оказывается, и хвастались именно моими достижениями, что они имеют со мной какую-то связь перед другими своими знакомыми, чтобы похвастаться. Просто в нашем каком-то вот менталитете заложен такой факт, что если ты кого-то знаешь, кого-то, кто чем-то лучше, да, чем ты в какой-то степени, то если ты ставишь себя рядом с ним, то значит, ты тоже лучше и как бы стоишь на одной позиции. Следующий момент очень хорошо, я думаю, всем вам знакомы. Если вы достигали хотя бы чего-нибудь, вот хотя бы чего-нибудь супер минимального, это, не уверена, что корректно дам формулировку, женский сексизм, который развит в нашей стране просто вот так вот. Если вдруг ты чего-то достигла, чего-нибудь, ты инфа 100% на это носу сало, и никаких других вариантов быть не может. Ты ни при каких обстоятельствах не могла на это заработать сама. Ты ни при каких обстоятельствах не могла родиться просто в богатой семье, чтобы тебе это купили родители. Ты ни при каких обстоятельствах не могла получить это в дар от какой-то своей подруги. Если ты хоть что-то получаешь, то инфа 100%, что это сама носу сало. Если женщина работает, если она сама зарабатывает, если она может себя содержать на каком-то высоком уровне, у нас, ну, к таким женщинам отношения всегда с очень большим предубеждением, что за ее спиной обязательно должен стоять какой-нибудь мужик. Обязательно 60-летний и обязательно Оля Харх. Ну, как, например, за мной. Это был сарказм, если вы не поняли, дорогие мои друзья. В европейских девушках такого просто-напросто нет. Там никому в голову не придет думать, что если женщина зарабатывает деньги, что если она что-то может в этой жизни сделать, то значит за ней стоит какой-нибудь дедулечка, который ее спонсирует. Там к этому отношение совершенно иное. Причем у нас это развито не только, кстати, со стороны девушек, но и со стороны других парней. Очень часто можно столкнуться с тем, что мужики, парни реально осуждают других девушек. Еще хуже, чем женщины друг друга осуждают. Если вдруг, там, не знаю, какая-нибудь одноклассница поступила в хороший университет, нашла хорошую работу, то она 100% просто там конченая потаскуха какая-то. Вот у нас это очень сильно распространено. Я думаю, трудно будет со мной не согласиться в этом пункте. Я думаю, вы сами неоднократно произносили эту фразу. Блин, я бы на ее месте. Неважно, на чем мы сейчас вместе себя представляем. Актрисы какой-то в фильме, даже роль она какую-то играет. Например, в том же самом ужастике девушка как-то делает, как вам кажется, неправильно. И мы начинаем думать, блин, я бы на ее месте поступила вот иначе. Или какой-то своей знакомой, или вообще какого-то человека, или какой-то блогер, например, кто-то снимает. Да, у него там очень яркая, например, красочная картинка. А зритель сидит и думает, блин, я бы на его месте сделал картинку более приглушенную, сменил прическу, сменил манеру повествования, сменил тему блога. И вообще, я бы все сменил, включая этого блогера. В общем, у нас очень свойственно фантазировать. А я бы, а я бы то, а я бы все, а я бы королевой была, а я была бы принцесской, а я была бы тем, а я была бы всем. Очень распространено. В европейцах этого я лично не наблюдала. То есть, по-моему, они вообще не пытаются ставить себя на чужое место. Им очень хорошо находиться на своем собственном, если они понимают, что есть какой-то другой человек, ну, он просто есть. Они не пытаются ставить его на свое место, себя на его место. Я сама, конечно, этим грешу. Я не хочу сказать, что я там, не знаю, вся такая милая и вообще овечка белая, стою в белом пальто на белом свете. Нет, это просто... Еще очень наши люди сильно любят эйджизм, что вот в Европе вообще не присутствует. У нас, что я даже заметила по своему блоку, если тебе 20 лет, а если тебе 21, 21, все, 21 это уже старость, ты должна уже остепениться, рожать детей. И в каком-то видео меня называли какие-то женщины пустобрюшкой. Блин, пустобрюшкой. Женщины, вы правда считаете, что это оскорбление? То есть, короче, да, если у нас... Если тебе 21 год, то все, ты просто уже должна быть замужем, ты уже должна обязательно работать, ты уже должна работать, ну, естественно, на какой-то максимально унылой работе, чтобы жизнь меду мне казалась. Ты уже должна иметь ребенка, а лучше четырех. Ты после 20 лет не должна носить какие-нибудь там худи, ты ни в коем случае не должна делать то, ты не должна выглядеть так, ты не должна изъясняться так, ты ни в коем случае не должна смотреть аниме, ну, это вообще просто, там, только для 10-летних. Про компьютерные игры у нас вот это вот ты не должна, вот этот вот эйджизм, связанный с возрастом, он у нас очень сильно развит. И вот это вот, конечно, очень сильно нас отличает от Европы. Там, в принципе, люди только после 30 лет начинают как-то более-менее осваиваться, жить, там, начинают свою карьеру, они просто дольше у нас учатся в большинстве своем, и только к 30 годам действительно выходят на работу, начинают задумываться про серьезные стабильные отношения замужние, уж тем более, там, про детей. В принципе, я честно скажу, у меня нет ни одного знакомого моложе 35 лет, 35 лет, у которого был бы ребенок. Ну, точнее, у моих родителей, у меня от поэта таких взрослых знакомых в Германии нет, но у их родителей полно людей примерно этого возраста, потому что они работают в такой компании, где, как бы, много молодых специалистов, в том числе, и ни у кого нет детей, и никто даже не задумывается. Да, есть отношения, есть долгие отношения, но детей ни у кого нет. У нас же по каким-то причинам, если ты, типа, пересекла границу 20 лет, тебе уже пора призадуматься о детях, потому что, в противном случае, ты старородящая. И с ними вообще вот эта дрянь, одените, пожалуйста, монашескую рясу, и хватит вообще краситься в блондинку. Кстати, я знаю, что многие мои подписчицы ждут нового видео из рубрики «География моды». Для тех, кто не в теме, эта рубрика, где я показываю, как одеваются девушки в разных странах мира, чем их стиль отличается от нашего. Так вот, это видео обязательно выйдет в самое ближайшее время. Оно выйдет в следующую среду или в следующую субботу. То есть тут есть только два варианта, поэтому обязательно включайте себе уведомления о публикациях, чтобы не пропустить это будущее видео. Ну, а если вы еще не смотрели эту рубрику, то обязательно посмотрите эти видео. Я уже показывала, как девушки одеваются в Англии, в Германии, и показывала, как девушки надеваются в Норвегии. Ссылки я на эти три видео оставлю в описании. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, и всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. До новых встреч!